здравствуйте в этом выпуске я хочу вам рассказать о прогнозе на май месяц для вас овны и отметить что май месяц это прекрасное время для того чтобы вы наконец почувствовали себя тем кем вы являетесь то есть победителем лидером пионером первопроходцем знаком который за которым идет весь зодиак ну и в общем то тем знаком который по сути дела этот весь зодиак и ведет это месяц будет активной работы и очень хороших результатов и ваш управитель как вы помните а возможно не знаете так я вам расскажу в знаке воздушным будет находиться в это время и оттого вы не просто активны вы еще и открыты открыты к новым идеям открыты к новым знакомствам и открыты к новым путешествиям вполне возможно что вы очень давно уже хотите куда-то уехать вы как бы засиделись на одном месте и вот но действительно и марта и апрель февраль и январь это были все месяцы которые к сожалению с точки зрения планетарного влияния были очень плохи для того чтобы куда-то путешествовать тем более далеко и надолго но май нам дает огромную реальную возможность куда-то поехать и получить массу впечатлений и при том в дороге чувствовать себя комфортно и легко поэтому я вас призываю сделать себе определенные каникулы куда-нибудь поехать пусть это будет даже рабочая поездка она должна быть при всем при всем том что у вас будут определенные задачи она все равно должна вам принести и радость и какую-то легкость и большое количество именно положительных эмоций надо признать что вы в этом месяце будете действительно погружены в работу и ее не стоит бояться вы с ней точно справитесь вы даже справитесь с большим количеством дел в этом месяце чем планировали и осы особенно положительным для ваших инициатив станет время первой половины мая именно на нее на эту первую половину стоит планировать самые сложные дела переговоры ну и конечно конкурентную борьбу куда без нее и все это вместе кстати с поездками стоит осуществить до 15 мая но некоторым из вас предстоит разочароваться каких-то близких людях в мае месяце и особенно если этим близким станет кто-то из родственников или из вашего рабочего коллектива надо надо сказать о том что как какая-то атмосфера обмана вокруг расформировалась и скорее всего вы об этом узнаете уже в первой половине месяца но тогда вы будете заняты активной работой может быть даже путешествиями вас просто не будет на месте зато вторая половина месяца особенно в период с 26 по 31 мая он очень напряженный и как раз скорее всего на это время и придется выяснение отношений и вам придется быть очень твердым даже может быть жестким и вполне возможно это приведет к дистанцированию и отдалению вас от этих людей в дни полнолуния с 9 по 13 мая вам очень захочется быть еще и учителем гуру для кого-то ну как бы менторство которое вы возьмете на себя как инициативу она в общем-то будет ничем не подкреплено никто вас об этом не будет просить поэтому если вы видите что вы очень хотите кому-то дать советы и стать для кого-то учителем но прекрасно понимаете что в общем то с его стороны нет никаких сигналов для этого то вот поймайте себя за руку и постарайтесь этого не делать потому что в общем то сейчас вы это будете делать не из огромного там человеколюбие или желание помочь этому конкретному персонажу а просто из огромной любви к себе но в целом это какая-то такая ложка дегтя бочки меда я вас поздравляю с тем что у вас прекрасный месяц для прорыва для новых идей для хороших впечатлений для прекрасных поездок и для продуктивного труда и и наверное самое главное для того чтобы вы вновь почувствовали что вы лидер это все спасибо вам и до свидания